Армагеддоныч в телеграм-канале за 9 марта 2022 года. Тихо, тихо ползи, улитка по склону Фудзи, вверх, до самых высот, братья Стругацкие. Вот так и нам придется из сложившейся ситуации выкарабкиваться, как не обидно, что она вообще возникла. Шок от того, как окружающий мир оказался совсем не таким, каким казался и как хотелось. Велик, но человек ко всему приспосабливается. С одной стороны, надо отстраивать то, что нам необходимо для нормальной жизни страны, ни на кого не надеясь и опираясь исключительно на собственные силы. И тут ключевое словосочетание «ни на кого». Китай нам ничего не должен и будет руководствоваться исключительно своими собственными интересами. Могут его американцы заставить присоединиться к их санкциям? Не исключено. Но вопрос не ясный и ясным быть не может. Все зависит от того, как мы работать будем, в том числе на своей собственной территории, обустраивая ее так, чтобы никто нам особо и не был нужен. Только тогда к нам потянутся, как тянулись в советские времена, когда страна много на что была способна и много чего сама для себя производила. А то глянешь на нас сейчас, плакать хочется. Убита приватизаторами, модернизаторами и эффективными менеджерами почти вся промышленность, включая стратегические отрасли. Изуродовано образование и наука. Непонятно во что превратилась медицина. Вместо локализации производства всего, что необходимо стране, ушли в производство и экспорт сырья и полуфабрикатов. Импорт готовой продукции и вывоз денег, которые сейчас заморожены или конфискованы за рубеж. Огромное за это спасибо родному правительству, высшей школе экономики, на рекомендации которой финансово-экономический блок правительства и Центробанк опираются и всем прочим организаторам наших нынешних успехов, особенно из числа руководства госкорпораций и национальных проектов. Низкий им всем поклон от лица страны и пожелание дальнейшего процветания и успехов где-нибудь подальше от нее. Может их надо американцам на головы десантировать с их западными дипломами и липовыми диссертациями, которым в базарный день груш цена. Страшной, разрушительной силой оружия из них могло бы получиться. Внедрить их в Штаты и Евросоюз, так их она западу настанет. В общем, насчет того, что первым делом надо заменить везде, где только возможно эффективного менеджера, неоднократно упомянутого первым, и фурсенковского профессионального потребителя обратно на человека-творца. Понятно. Если, конечно, еще не поздно, при том, что делать это надо быстро. И руководить этим нынешнее варье, жулье, бездельники и болтуны не должны даже при самом строгом соблюдении ими всех формальных демократических процедур, которым вообще говоря груш цена. И не в данном конкретном случае, а в целом, ну и если учитывать, что на одном созидании не выйдешь, разведчики нужны в большом количестве и высокой квалификации, чтобы все, что нужно у всех, кто против нас ополчился, выкрасть и скопировать. Индиверсанты. В самом деле, на кой хрен должно у врага работать и вообще существовать все то, что для него жизненно необходимо? Как-то это даже и нехорошо. Они нам гадят, так нужно же их за это поблагодарить со всей душой, процентами и привязкой к индексу цен. Долги вообще нужно возвращать. А мы за последнее время странам из списка недружественных столько задолжали. И тут главное не забыть о конкретных политиках, чиновниках и о субарьяных СМИ и общественных активистах, которые на России отсыпаются, не боясь божьего суда, не человеческого. И ведь зря. Чего это они в самом деле живут так спокойно и комфортно, позволяя себе нас с всей страной притаптывать. Время ниндзя и хакеров настало, эпоха больших и малых диверсий. И пускай им Петров с Башировым за счастье покажутся, а времена Судоплатова и Андропова вспоминаются с ностальгией. Аминь. И да будет так. Армагеддоныч в телеграм-канале. Тихо-тихо ползи, улитка. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Продолжение следует...